Мы опять пришли в этот сад. Смотрите, здесь поставили такие стуки, которые отмечают дистанцию между людьми. Он не будет пищать. Так, маленькая непредвиденная прогулка. Утащили меня мои детушки. Вот сюда. Так что мы вам запишем сегодня отсюда видео. Ах, какое дерево! Боже, боже, смотрите сюда. Что это? Это, между прочим, вишня какая-то. Какой-то вариант вишни. Друзья, это что-то. Смотрите. Ух, окунитесь туда, в эту красоту. Боже, божечки, боже. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Да. Согласен. Короче, я пошла от вас. Идите медленно. Идите медленно. Я пошла быстро. На всякий случай, пока. Смотри, рыжие вообще эти. А здесь-то тоже красивый кадр. Там поездок сзади. О, нарциссики. Давай, давай, фоткай меня. Короче, я тут фоткальщицу. Смотрите, какие розочки. Они вот это вот. Прямо вот этот толстый ствол. И потом дает вот такие розы. Так, я уже готова бежать вперед. Потому что с моими дедушками погуляешь. Их фотографируй тут, фотографируй там. И это не так я сделала. Сюда. Кого-то мне это напоминает. Говорит. Ты не так встала. Вот это ты мне тут какой-то лишнее сфотографировала. И ты-ты-ты-ты-ты-ты. Наш любимый сад оживает. Все больше и больше. Все зеленее и зеленее. Смотрите. Дочь забрала Дениса. И они пошли вперед. Потому что она не хочет попадать в кадр. Слушайте, представляете, я пришла покупать эту безлимитную карту. А мне на ресепшене говорят, а для вас шеф приготовил сюрприз. Именно для вашей семьи. Ну, в общем, потому что я здесь работала. Они мне сделали половину цены на безлимитную карту даже. И вписали туда всех моих дедушек. Вот, кстати, бамбук, который какой-то тонкий, как бамбук. Это или трава какая-то. Вот видите, которая идет из воды. И вот уже начали появляться кувшинки. Нет, это кувшинки. Все-таки это не лотосы. Лотосы еще пока не везде проснулись. Смотрите, все кустарники распускаются. Пионы. На пионах уже бутоны вовсю. И очень скоро мы придем сюда за пионами. Шпионить за пионами. Здесь одно отцветает, другое зацветает. А что это за елка такая голубая? Пушистая красота. Розы скоро будут. А на беседке уже появились розы. Смотрите. Моя любимая беседочка. Уже затягивается вся. У меня тоже, кстати, есть такая, ну не такая широкая, а чуть поуже беседка железная, которую я хочу собрать. Я все, руки не доходят. Она в гараже лежит. И вот так вот тоже посадить вокруг нее розы какие-то. Здесь смесь разных роз, видимо. С разных углов растут разные розы. Вон там белые. Вот эти я вижу розовые скоро будут распускаться. Вот с этой стороны красные. Смотрите, какие краски кустарников различных. Вот эти бордовые. Какая прелесть, да? Розовые. Хосты. Хосты пошли. Уже хорошо проснулись. Здесь какие-то розовые кустарники интересные. А вот эти. Мне очень нравится вот это растение. Что это такое? Как будто снегом припорошенная. Похоже на какую-то разновидность гортензии. Древовидный. Надо будет узнать, кстати, что это такое. Это очень красиво. А вот еще один вариант каких-то низкорослых кустарников. Там мы видели бордовые, а здесь какие-то рыжие. Вот это мое самое любимое место среди березок. Клены. Декоративные разнообразные клены. Смотрите. И мое любимое место. Какая прелесть. Поговорим здесь. Слушайте, почему я сейчас мало снимаю? Я не то, что мало снимаю. Я снимаю, как обычно. Я пытаюсь каждый день. Но не всегда получается все опубликовать. И как только я пытаюсь опубликовать какие-то вчерашние новости, я понимаю, что это уже прошлый век. В общем, работа блогера – это такое. Нужно быть оперативным. А с нашим французским интернетом такое себе занятие. Поэтому иногда мои новости будут, возможно, опаздывать на день. Там приперлась какая-то парочка. Мне пришлось оттуда уйти, потому что они очень громко разговаривали. Избили меня с мысли. Смотрите, какой бамбук декоративный, но низкорослый. И все равно прикольно, да? Но я думаю, что он поднимется, наверное, может быть, на метр максимум. Пионы распустились. О, Боже! Клен декоративный. Мне кажется, они чем-то подкармливают эти растения еще, конечно же. Потому что уж очень они у них такие ухоженные. Тоже клены. Только такие какие-то пушистые. О, вы слышите это? Вы это слышите? А что это за растение такое? Какая прелесть. И оно потом вьется, как... Смотрите, оно даже до верха вон там долезает, как лианы. Здесь оно, как лианы, видите? А здесь вот так свисает. Я вам не могу передать запах. Это просто непередаваемо. Это что-то. Видели когда-нибудь желтые маки? Это маки или что? Такие цветочки. Какое буйство красок. А вот наша беседка-говорильня. Побеседуем. Беседка для того, чтобы беседовать. Ну, вы видите, какая погода, да? Еще вчера мы ходили в куртках и кутались в свитера. Был жуткий холод и ветер. А сегодня такая жара. О! Вот такая вот у нас погодушка. Вот так вот скачет. Как тот график. Сами знаете, какой болезнь. Слушайте, по тому, что я приобрела недавно. Вы видели, да? Какая-то тонкая штучка, которая вам залезет в любую вашу альвеолу, где вы хотите. И вот мне интересно, они пишут там с восклицательным аж знаком в объяснялке, как это делается. Они пишут, что, мол, типа, сильно не вдавливайте, ну, не напрягайтесь сильно и глубоко, типа, не делайте. Хотя написано, типа, до трех сантиметров и дальше расположить горизонтально. То есть в нос засовываете вертикально и дальше располагаете горизонтально. Может дрогнуть рука у человека. Я не знаю. Потом у каждого свой лимит почувствовать вот это вот глубоко ты сделал или не глубоко. Вот с этой вот тонюсенькой штучкой она, ну, чуть отличается от толстой иголки, знаете, от спицы какой-то для вязания. Очень легко попасть в какие-то узкие переходы, скажем так. Так, какой смысл себе ковырять, чтобы потом пойти снова поковырять, только уже профессионально. Не понимаю. Ну, я такой человек, который теперь везде во всем видит подвох. Я думаю, что я не одна такая. Где там подвох может быть? Либо в этой жидкости, либо на ватке, либо, ну, вот это на палке-ковырялке, либо уже вот в этом самом тестере. Где-то там может быть подвох, который делает погрешность. Вот это вот 97%, как они говорят, что они эффективны, но какой-то процент погрешности остается, и потом опять же говорят, что эффективны. Но если они так эффективны на 97%, зачем тогда там написано, что потом нужно идти, если вы увидели, что у вас положительность, то нужно обязательно пойти потом пересдать в лабораторию. То есть это как бы мостик, вас направляющий все-таки всех в лаборатории. Так что ли? Если человек сидел, ничего не подозревал, да, и не собирался никуда идти, ни в какую лабораторию, то ему вот, пожалуйста, на блюдечки тесты эти. Проверьте у себя дома, если вы боитесь лаборатории. А, проверьте у себя дома, а вот вы положительный. Теперь идите в лабораторию все-таки. То есть все дороги ведут туда. Так, я думаю, что я пойду на выход, потому что у меня куча-куча всяких дома дел. Прилетели письма от адвоката. У меня же суды с банком из-за дома. Вот, поэтому мне нужно их все изучить. Конечно, там такие запутанные цифры и все такое. Так что мне нужно изучить, ответить адвокату. В общем, куча всяких таких заморочек. И плюс еще, мне же нужно оформляться как частный предприниматель теперь по YouTube. Оказывается, нужно оформляться уже с первого евро, так скажем. Так что я, так как чуть-чуть заработала уже за этот месяц, ну, совсем капельку, поэтому мне нужно оформиться будет. И это тоже нужно правильно все сделать, не ошибиться и правильно оформиться. Поэтому поеду-ка я домой делать эти дела важные. В общем, я пошла наоборот, против стрелок, где нужно идти, как визит нужно делать. Потому что я хочу уже возвращаться, тем более, что лотосы еще пока не вылезли, поэтому там смотреть особо нечего. Дети от меня попрятались, так что, ну, они решили вдвоем погулять, давно не общались, поэтому бросили меня. Ну, тем более, я снимаю, а дочь моя не любит, чтобы ее снимали. Ну, вот, туда я не пойду, потому что лотосы еще пока не вылезли. Посмотрите на эту липу. Это же липа. Здесь все деревья просто гигантские. Ну, потому что здесь вот этот капельный полив везде практически, поэтому они очень хорошо здесь растут, как в джунглях. Гляньте сюда, гляньте на это. Они гигантские, смотрите. Мое любимое местечко. Здесь много моих любимых местечек. И вот пруд, в котором плавают всякие рыбки. Вон там видно красное. Но они сейчас... Вон там белые какие-то. Полуспящие. Рыбки. Ах, те редкие моменты, когда твоим ребенком занимается старшая сестра, а ты можешь спокойно отдохнуть, посидеть. Честно говоря, Денис, конечно, канительный человек, но у него вот это его харизма. И когда он уходит с кем-то, либо он уезжает к папе на выходные, его мне очень не хватает. У него идет переходный возраст. Очень трудно, очень порой трудно себя держать в руках. И так как я в этот период, когда вокруг моего дня рождения, то есть несколько дней до, несколько дней после, у меня тоже такое обостренное чувство собственного достоинства, так скажем. Ну то есть такой тоже переходный, не то что переходный возраст. Ну да, каждый, наверное, год человек в своем день рождения ощущает те же симптомы, как и в переходном возрасте. И у нас получилось такое столкновение возрастов, гормонов переходного возраста, непонимания. В общем, несколько дней до дня рождения и пару дней после был какой-то прям ужас-ужас. И да, он уже права свои качает, прям вот качает, вот как мужик, вот чуть ли не по столу кулаком бьет, да, что нет, я буду или нет, я не буду. Я снова в бамбуковой роще, но здесь так себе бамбучик. То, что мы с вами видели вчера, конечно, потолще. А здесь вот так вот он, такой средненький, так скажем. Но все равно очень приятно. Обратите внимание на детей. Сейчас покажу. Как вам эту... Как можно в парке, в жару, одевать на таких маленьких маски? Я не понимаю этого. Это что, совсем люди ничего не понимают, что ли? Вот на этом дереве обычно сидит павлин. Но его сейчас не слышно. Его, наверное, забрали в дом. И снова клеоны. Представляете, какие здесь запахи? И какая здесь свежесть просто неимоверная. В общем, там было человек пять детей, и все были в голубых труселях. Не будем произносить это слово. И снова это дерево снежок. Сейчас спрошу у них, кстати, есть ли у них такое. Раз уж я сегодня так сэкономила. Мы теперь часто с вами будем беседовать в этом саду, потому что он находится недалеко от моего дома. И плюс теперь, так как у нас безлимитная карта на этот год, поэтому мы можем сюда ездить хоть каждый день. В следующий раз я вообще буду босиком по всему парку, наверное, ходить. Потому что здесь такая трава, такая. Посмотрите на этот ковер. Это пух просто. А вот еще другой вариант этого дерева. Здесь они какие-то похожие на гортензии. Но это, наверное, какая-то древовидная гортензия, скорее всего. Вот дерево из нее. Или кустарник, но такой огромный. И они цветки такие зеленовато-белые. Тоже очень красиво. Как они могут так долго цвести, тюльпаны? Я не понимаю. Дочь моя взяла с собой книжку. И Денису сказала книжку взять. Но где они тут будут читать, непонятно. Столько народу. Ну, хотя в беседку какую-нибудь забьются. И там будут читать спокойно. Она у меня здесь делала, учила свои экзамены. Когда была в последнем классе. Я раньше ворчала, что вот уже который год я живу в этом маленьком городке. Как мне все надоело. Это сладенькое болото, из которого не выберешься. Но на самом деле, слушайте, я сейчас по-новому открываю. Вот в связи с этим, с локдауном, то, что мы не можем ездить далеко, потому что мы всегда раньше с бывшим мужем, потом с моим другом тоже, мы старались куда-то выехать. Почему-то отсюда уехать куда-то. То на моря, то на океаны, то еще куда-то. А сейчас я по-новой открываю все, что около меня находится. Ну, этот сад, конечно, это не открытие. Он уже давно нам известен. Но все остальные маленькие городки, если вы посмотрите все мои остальные видео, вот эти вот маленькие городки, которые находятся в 30, ну, как бы в радиусе, не более 30 километров от нашего дома. И то еще не все, еще не все я разведала. Ну, это что-то, это в этом году какое-то открытие прям. Да, я теперь тоже буду вот так вот приходить в сад. А еще пацанам позвоню, наверняка договорюсь. Так как сад теперь открывается с 14 до 15, ой, 15, до 17. Представляете, вот разрешили им открываться всего лишь с 14 до 17, 3 часа в день. С понедельника по воскресенье. Ну, то есть 7 дней. Если раньше они работали каждый день с 10 утра без перерыва на обед до вечера, то есть, ну, объем оборота, представляете, какой был. И сейчас насколько им урезали все это. Непонятно, почему всего лишь 3 часа, что в остальное время бродит вирус, что ли. Почему нельзя утром разрешить людям открыться, непонятно. Ну, вот. Но так как сейчас это открывается с 14, я буду договариваться, наверняка, если вот так вот буду приходить на какие-то съемки, и у меня безлимитная карта, попробую договориться, чтобы приходить до того. Допустим, там в час. Либо там в 11. Тем более, что... Ну, они-то сами по себе обедают, работники. А здесь-то парк, он... Что, ему обедать, что ли, нужно в обед? Нет, нет. Кудрявая ива. Говорят, что под ивами и под бамбуком, или среди бамбука, какая-то особая энергия, которой напитываешься. А я хожу и прислоняюсь тут к каждому дереву. И набираюсь энергии. А что может быть лучше для восстановления энергии, чем прогулка на природе? Правда же? Среди птичек? Так вот, по поводу моих детей переходного возраста. У старшего сына тоже примерно в этом возрасте уже начался вот такой вот, начался говеный возраст, когда ершистый подросток, ему нельзя вообще ничего сказать. И даже когда его просишь убрать посуду там или что-то сделать, он сразу начинает воспринимать это как «я тебе не раб!» или там «что ты меня вечно только одно и то же и просишь». Ну, вот такое вот все, знаете. У старшего сына, да, тоже такое было, но это проходит через 2-3 года, как бы это должно более-менее так пройти. И у дочки не было никогда переходного возраста. Это всегда был идеальный ангелочек-ребенок. Ну и сейчас она выросла, она уже замужем, и сейчас она меня очень любит воспитывать. Вот у нее не было переходного возраста, но сейчас у нее такой возраст, что она очень сильно любит воспитывать. Особенно, когда касается моей личной жизни. Вот этот похож на маньяка, вот этот тебе не пара, вот этот слишком молодой, а этот слишком небогатый, а этот то, а этот все. Кто такое вообще? Ну, все мои детки у меня умнички. Я их обожаю. Как может быть иначе. Так, пойдем постоим-ка вон под той сосной. Это кедр, по-моему. Но она так сделана, ее же не стригут. Посмотрите, как она сделана, как конус какой-то. То есть она растет вот так вот. Представляете? Прям вот хочется украсить. Мне кажется, на кремлевскую елку похоже. Хочется на нее гирлянды и игрушки навешать. Пойду прислонюсь, я там тоже. Надеюсь, на меня не попадают какие-нибудь гусеницы. Вот от этого дерева тоже наберемся энергии. Посмотрите на него. Напишите мне в комментариях, вам нравится вот так вот гулять и чуть-чуть так разговаривать. Или вам все же нужны такие новости, шокирующие какие-то, из Франции. Я могу, конечно, подобывать тут шокирующие новости. Иногда даже думаю, вот в таких прогулках думаю, сейчас вот вам расскажу. Вот утром видела какую-то шокирующую новость, сейчас вам расскажу. Но когда гуляешь на такой природе, когда так приятно, так не хочется говорить о говне, вот честно. Просто хочется радоваться жизни и думать о том, что все остальное – это страшный сон просто-напросто. А жизнь, она вот она. И она прекрасна. Набираемся силу деревьев. И красоты у природы. Отдыхаем, медитируем. Ну так, медитируем, конечно, не закрытыми глазами, раскачиваясь, а по ходу вашей прогулки, когда где бы вы ни были, старайтесь от природы собирать энергию полезную и обмениваться ей, пропускать ее через себя и отдавать ее снова в природу. Очищаться тем самым. А, какие дивные пейзажи. Боже, боже. И эту всю красоту создают всего лишь два брата. Ну, братика, так можно их назвать. Братики. Которые владельцы. Ну, там и мама тоже. Все это семейный бизнес. И плюс еще четверо работников. Тоже пацаны симпатичные. Вы видели тоже, может быть, на прошлых кадрах. И вот это все они создают. Все вычищают. Я помню, когда я здесь работала, мы шли вот так вот. Идешь вот так вот по борту. И ты смотришь, какие нападали старые ветки, допустим. Все это вычищаешь, обрезаешь, вынимаешь, убираешь. Сзади едет трактор, в который все это складывается. То есть везде идеальная чистота и идеально ухоженный парк. Идеально ухоженный. Ну, то есть это дело всей их жизни. И посмотрите, как вьются глицины. Они залезли, этот глицин залез на Иву. Здесь Ива. И ее обвил просто глицин. И он смешался с этими листьями Ивы, кудрявой. И выглядит это, как будто бы это Ива так распустилась. Это что-то. Смотрите. И этот глицин, он дополз аж вон до верха. Видите ли, рыба плескалась. Вот здесь очень много карпов. Мне кажется, они здесь и ловят этих карпов, и едят. А почему нет, собственно говоря? Может и уток даже. Кстати, я посмотрела на их статус, такой юридический, вот этого парка. Раньше они занимались птицей, то есть утками, гусями, всякими там этими, курами, всем таким. В основном у них это заявлено было. Так что, возможно, они этих уток, может, и едят. И рыбку тоже. Карпы здесь огромные плавают. Плакучая березка. Тоже надо прислониться, да, нам? Какой кадр, смотрите. Я стою под березкой. И она со мной разговаривает, шелестит листьями. Вот такая. Мне кажется, у меня, глядя на такую красоту, вечно зеленую, и глаза стали какие-то зеленее прямо. Колдовские. Она так пахнет, эта береза. Это что-то. Утром сегодня приезжала одна подружка, потому что она у своего друга вырыла три бамбука, зная о том, что я люблю все эти бамбуки, все такое. Ну, такие маленькие размером. Привезла мне на посадку. так что сегодня вечером буду их засаживать. Да, из плохих новостей я сегодня утром видела, что там один спикер выступал из палаты, значит, вот этой вот депутатской ихней, и сказал, что, возможно, нам продлят локдаун вот этот, который сейчас. То есть противоречивые новости как поступали, так и поступают. Будаража, ум слабых духом, так скажем, и подталкивающих их, и подталкивающих их на уколы. Говорила я сегодня с одной тоже вот этой подругой, которая мне бамбуки привезла. Она сказала, слушай, ну вот с одной стороны мы не верим в это дело, а с другой стороны мои коллеги, многие, прямо ждут, не дождутся и ждут своей очереди, чтобы пойти у колодца. А я говорю, а почему ты у них спрашивала, что они совсем уже не соображают? Она говорит, потому что они устали хоронить своих родственников и хоронить от этого самого, говорят вот так вот ее коллеги. То есть запуганы люди, запуганы и не видят никакого другого выхода от этого. Они хотят умирать, потому что они хоронили и не видят никакого другого выхода, как сделать. А мы идем дальше, и впереди у нас еще одно деревце, к которому я, пожалуй, прислонюсь. А, нет, я не могу, там клумба. Плакущая елка. Пожалуйста. Уже я ее показывала как-то. Смотрите, пух налетел, получается, как пена какая-то на воде. Но тоже красиво. Это вот этот пух летит. Надеюсь, я не буду потом чихать. Это вот отсюда, от вербы. Я увидела его пион. Вот еще распускаются пиончики. Шпиончики. У меня вот такой вот куст есть. Несколько. И они уже начинают разрастаться. Они пока маленькие у меня, но начинают разрастаться. То есть, если он будет вот такой вот, широкий, то это классно. Вот эта креветка тоже прикольная. Если она долгое время такие сохраняет розовые листья, то очень хорошо в саду это смотрится. Не могу это не снять. Присела тут на лавочке. Мамаша с коляской. И у нее там четверо, по-моему, детей. Или две мамаши там. В общем, все от мала до велика бегают, носятся, играют. И все в масках. Какое убожество. Я не понимаю, как можно так делать. Люди не понимают, что это они. Ну, для чего? Я не понимаю. Там нет больше никого, кроме них. И они все, все в масках дети. Посмотрите. Капец какой. Вот с этого дерева запросто на меня могут свалиться гусеницы. А я просто здесь присела на лавочке, потому что хочу вам снять гуляющих в парке, наслаждающихся видами детей младшего, дошкольного и школьного возраста, которые любят гулять в парке вот так. в голубых труселях. все. Как можно бегать и вообще гулять в голубых трусах, непонятно. То есть, они так уже привыкли в школах к маскам, что они не могут даже расслабиться и снять их в парке. Сейчас он только что, дяденька прошел в коляске, ребенок в маске и рядом девочек за руку в маске, а у него маска на руке болтается. То есть, он сам снял подышать, а дети должны ходить в них. Обратите внимание вот на этих людей. Здесь девочка в маске, а родители на бороде. То же самое. Как-то странно получается, да? Наверное, как-то запугались, что ли, детей, я не пойму. Что они могут быть заразные. Ну, как это так? Я иду сюда, ищу палку, какие-то перья. Иду, иду, и, короче, натыкаюсь на какого-то... Ну, смотрите. Вот. Кто это? У него клишни. Вот. А какого-то... Продолжение следует...